Поволчай И в прозрачной воде окунуться в глаза твои синие Как же хочется сердцем, душой мне все это обнять Разве можно у сына отчизны все это отнять? Разве можно у сына отчизны все это отнять? Девушки отдыхают Я прочитал в газете, что ты убил японца Накамуру кулаками Ты меня мог убить? Так написано в газете, голыми кулаками Ну, раз написано, так и было Покажи кулаки Ну что, доволен? Хватит Ты меня мог убить, Стэнли Либер За что? Помнишь, ты избил меня? Вот сюда ударил, кулаками Ты мог убить меня, Стэнли Либер Ну, помню Дальше что? Врезал по башке, но убить тебя я не мог Ты же не Накамура Тебя ведь по-другому зовут, не так ли? Да, по-другому Помнишь, как меня зовут, Стэнли Либер? Хочешь, чтобы я еще раз тебя врезал? Нет Не хочу Но ты не помнишь, как меня зовут, Стэнли Либер И, между прочим, кулаки у тебя другие Стэнли Либер Шпион Стэнли Либер Шпион Теперь все то же самое на нормальном языке Стэнли Либер, шпион Шпион ФБР тут Спасибо Стэнли Либер, шпион Еще раз, чтобы я тебя понял, парень Ты много говоришь, но мысль ускользает Вместо Стэнли Либер С войны вернулся другой человек Не отец будущего ребенка Шейлы Перски Не бруклинский гангстер А кто-то другой И этот кто-то через три дня встанет под хупой И прочитает хупу О чем ты, парень? Я говорю о еврейской свадьбе Хупа — это навес, под который жених вводит приветство во время свадьбы Ак-туба — письменное обязательство, которое подтверждает обязанности мужа, предписанные ему Торой Понятно, садись И когда Стэнли Либер будет стоять под хупой Мать жениха и мать обманутой им Шейлы Перски Не смогут провести невесту вокруг хупы семь раз Спокойнее Потому что ни у жениха, ни у невесты нет матерей И надо брать в синагоге специальное разрешение, чтобы найти женщин для совершения обряда Но, насколько мне известно, никто по этому поводу не обращался Пиши заявление Не так подробно Самую суть Я плохо пишу Мама говорит, что я пишу, как курица лапой У нас в школе учитель использовал выражение, как сорока набродила Можно и так сказать Ты пишешь с ошибками или неразборчиво? С ошибками и неразборчиво Я получил заявление о шпионаже Майки? Майки Я провожу вас На заводе запрещены профсоюзы И где расположен завод, неизвестно Твимми, огромная просьба Я понимаю, это почти невозможно Но документы мне нужны сегодня Я попробую Возьми Он обещал поторопить, но от нас мало что зависит Спасибо, мы вам очень благодарны, правда, сэр? Спасибо Не думаю, что сегодня получится Но вы можете и вечером зайти Спасибо, Твимми Спасибо большое, сэр Причина смерти Думаешь, отравили? Может, ты прекратишь размышлять? И немедленно проведешь экспертизу? Хорошо Буду ждать Что у вас? Сэр, я принял заявление о шпионаже Момент Слушаю Забыл сказать Жене сообщи Найди нужное слово Ты его начальник, а не я Тут все неразборчиво У меня попугай гадит ровнее Кто это написал? Мэрик Шэнкерман 30 лет Белый Он утверждает, что обнаружил шпиона Который выдает себя Завернувшегося с войны Кавалера военно-морского креста И медали «Пурпурное сердце» Стэнли Либера Этот придурок? Вызови психиатров И добейся срочной госпитализации Мэрика Шэнкермана В психушку Ты понял меня? Да, сэр А теперь личное Если ты еще хоть раз посмеешь обратиться ко мне Без подобной денью Я сделаю все возможное, чтобы тебя отсюда вылить Ты меня понял? Да, сэр Пошел вон из моего кабинета И еще Увидишь кого-нибудь из этих двоих на нашем этаже Разрешаю применить грубую физическую силу Да, сэр Придурки Спасибо, сэр Каждый из вас Впишет свое имя в историю страны Вернутся не все Но те, кто вернутся Вернутся настоящими героями Гомбану Откройте, пожалуйста Закрыто Пожалуйста, откройте Мы так спешили Пожалуйста Откройте Давайте выйти Пожалуйста Извините Добрый вечер Простите нас Но завтра мы уезжаем Все в порядке, ребята Я устроился на работу в Аризоне Работа ответственная Опаздывать нельзя Нам надо срочно завершить все дела в Сан-Франциско Это очень важно Хорошо, хорошо Рад помочь Пройдемте Вы Пройдемте за мной Всего доброго До свидания Ну что, я усердно молился Вот видишь А летом помогли Своим товарищам Расстаться с деньгами Деньги я взял в сейфе А, жохан вы Так что, ты деньги мои страдал? В чемодан? В багажнике Сейчас отдам Но сперва мы едем к адвокату И надеюсь, вы поняли Что оставлять письмо у адвоката с признаниями Опасно А нет никакого адвоката И письма никакого нет О, ха-ха Ты поверил Дану Перски? А тронут, тронут Обычно мне не верят даже женщины-дураки нам Ну хорошо, хорошо Не расстраивайся, зять мой Так, я на пять минут буквально домой И все, прощай Сан-Франциско Здравствуй, Аргентина Я буду танцевать там-танго О, спасибо, дорогой, спасибо Ну что ж, Элла Начнем вам новую жизнь, да? А я не поеду с тобой, отец Что, неужели я исполнил твоё желание? Ты полюбила этому мужчину? Стэнли берет меня с собой Да, поздравляю Да, да, да К сожалению, я не смогу быть даже на вашей свадьбе Хорошо, последнее предложение Купите кольца в моём магазине Хорошо, весь магазин, весь магазин, буквально 50 40, 30, 10 процентов Вы просите предоставить вам работу Водителя мото-дрезины У вас имеется рекомендация Вы герои войны Но В вашей биографии есть неприятный момент А именно, судимость Если быть точной Мне было 15 лет Я стал другим человеком Какую синагогу вы посещаете? Равина Иосифа И когда вы там были в последний раз? Вчера На репетиции свадьбы Хорошо В виде исключения Ставлю вам свою визу Но Вы должны пройти Собеседование С представителем службы безопасности завода Хорошо Большое вам спасибо Удачи Всего доброго Субтитры добавил DimaTorzok КОНЕЦ Я ничего не знаю Трейгер схватил Дана Пэрски за галстук И ударил его по лицу Ты врешь Нагло врешь Рассказывай Рассказывай, кому говорю Скажи мне Кто убил Джо Трейгера? Дан Пэрски Дан Пэрски Полиция его арестовала Значит, он и убил Где Стэнли Либер? Я спрашиваю, где Стэнли Либер? Не знаю Он здесь был один раз Я даже обнять его не успела Он ходил в банк? Кто? Стэнли Откуда мне знать? Магазин заложен Налоговый инспектор описал имущество И дал неделю на выплату долга Все ясно Она не знает Стэнли сбежал с концами Давай Посмотри сюда Я говорю, посмотри сюда Ну что, пойду я Заберу все остальное Может, мне с вами? Зачем? Ну как? Помочь? Помочь? Я тебе не доверяю Пока Товарищ Стэнли Будь счастлива Мереги я Продолжение следует... Господи. Пойду посмотрю. 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 Марик. Пойду посмотрю. 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 Это Шейла Либер. Хорошо, идите за мной. Идите здесь, пожалуйста. Хорошо. Я проверю. Пойдемте, она в другой палате. Туда запрещен вход посторонний. Конечно. Поздравляю вас, мальчик. Соньки. Спасибо. Большое. Служба безопасности уранового проекта действует независимо. Ее методы в полном объеме нам неизвестны. Стоп. Ты кто? Стэнли Либер, сэр. Еще раз опоздаешь, отдам под трибунал. Тебя, дурака, предупреждали или нет? Ты не понял, куда попал? Простите, сэр. Больше не повторится, сэр. Ладно. Пойдем. Служил? На флоте, сэр. На флоте, сэр. Демобилизированы. Поранение. Поранение. Удачи. Спасибо, сэр. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сядь. Что? Ну, говори, я слушаю. Если ты не против, мы разведемся. Ну, так, значит. Любовь должна быть взаимной, иначе ее просто нет. Плюс на минус дает минус. Это элементарная арифметика. Хорошо, давай разведемся. Ты не виновата. Ты тоже не виновата. Где будешь жить? Она сейчас одна. У нее мать эвакуация, а отец погиб на фронте. Понятно. Комнату я тебе оставлю. Живи здесь сколько хочешь. Я не знаю, что говорят в таких случаях. Ну, так и говорят. Извини, я встретил другую. Тебя больше не люблю. Давай разведемся. Так и говорят, Никита. У нее будет ребенок. У тебя будет настоящая семья. Зачем ты это делаешь? Тебя никто отсюда не гонит. Это твой дом. Этот дом никогда не был моим и не будет. Я, Никита, тебя ни в чем не виню. Я тебе ужасно благодарна. И не хочу, чтобы ты оглядывался назад. У тебя впереди новая жизнь, новые чувства, страстная любовь, которую я тебе не смогла дать. Стой. Все, хватит, хватит. Лика, постой. Лика, я тебя обманул. Лика, я тебя обманул. Я поняла, Никита. Но я должен был тебя обмануть. Я должен был тебя обмануть, Лика. Мне приказали, Лика. Я сейчас, я сейчас свершу должностное преступление, но ты должна знать, Иван жив! Я видел покоронку на Ивана. Это чистая правда. Ну, в этот же день я видел самого Ивана. Живого. Он приходил. Приходил в лабораторию. Мы с ним разговаривали. Я тебе ничего не сказал. Я не знаю, где он сейчас, жив или нет. Но он не погиб в декабре на фронте. Я тебя обманул. Я тебя обманул. Я тебя обманул. Лиха, постой. Лиха, подожди. Вот почему я не могла плакать. Потому что он жив. Это такое счастье, Никита. Спасибо. Лиха! Спасибо. 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 Ты должен в последнее воскресенье месяца прийти в кафе Вородеро ровно в 19.00 на музыкальном аппарате поставить песню «Every morning, every night». После этого повернуться и посмотреть строго на северо-восток. Сразу дельфин к тебе не подойдет. Он будет за тобой наблюдать. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Одно пиво, пожалуйста. Спасибо. Одно пиво, пожалуйста. Большое спасибо. Привет. Привет. Как поживаете? Нормально. Спасибо. А вы? Тоже ничего. Хорошо. Поздравляю. Мальчик, девочка. Мальчик, Джереми. Прекрасно. У вас красивая жена. Спасибо. Климат здесь не слишком хорош для детей. Мальчика надо вывести к пиану. Некоторым нравится пустыня, но не очень хорошо. Но я предпочитаю океан. Я тоже люблю океан. Дельфинов люблю. Я знаю надежный способ увидеть дельфина. В семь часов вечера нужно посмотреть на северо-восток. Да. Вам пора уезжать к океану. Как вы думаете, что мне стоит взять с собой? Два чемодана. Два тяжелых чемодана. Хорошо. Давайте обсудим, что в них нужно положить. Кое-что мне удалось достать самому, но список достаточно длинный. Без проблем. Хорошо. Всего доброго. До свидания. Давай забудем наше прошлое. Прежней Шейлы больше нет. И прежней жизни больше нет. Я теперь другая. Будем смотреть на мир, как маленькие дети. Да? Так, будто мы еще ничего не знаем и ничего не пробовали. Нам все еще интересно. Да. Это счастье. Жить, расти детей и любить друг друга. Ты самый лучший мужчина. И никого другого я не хочу видеть рядом. Это счастье. Каждую минуту с тобой счастье. Что у неё? Джереми. Джереми. Уходи сюда. Ушти мои хорошие. Тыка-тыка-тыка-тыка. А вот такой шмотик. Что там? Я написал заявление на отпуск. Пора. А мы? Ты возьмешь нас с собой? Кто такой? Джереми. 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 Хе-хе. Чуть-чуть-чуть-чуть. Ну, че-то. Что это? Чернильное пятно. А это? Что это? Радужное чернильное пятно. А вот это? Синие жуки. Очень хорошо. А как насчет вот этого? Красное чернильное пятно. И, наконец, вот это. Большое чернильное пятно. Марик Шенкерман? Что вы делаете? Он тот, кто сообщал нам о Стэнли Либере? Вот его документы. Наконец-то. Пойдемте за мной. Этого не может быть. Это невозможно. Прости, Марик. Я ничего не могу сделать. Кто? Плохо слышно. Стэнли Либер? Да. Есть такой. Водитель мотодрезины. Блот Икс-10. Хорошо. Да, да, да. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разрешение. Это ваша форма? Да, сэр. Он решил пощеголять на курорте. Имеет право. Фон выше допустимого. Ваши часы конфискованы. У меня единственные часы, надеваю на работу. Медали я не надеваю, поэтому они чистые. Выключите, наконец, эту сигнализацию. Вас предупреждали о необходимости соблюдения техники безопасности. Часы будут изъяты без компенсации. Шейла, у меня часы забрали без компенсации. Извините, я подготовлю жену. Вы понимаете, если кто-то теряешь, есть вероятность получить от жены на гоня. Шейла, а твои часы в порядке? Стэнли, дорогой, у меня нет часов. Или ты забыл? Что я буду делать с твоим папой в старости, если он с молодости дурак? Что ж, попробую отдать ваши часы на дезактивацию. Вдруг что получится. Очень вам признателен. Сэр. Спасибо. Мистер Лебер, задержайтесь. Засмотрюсь в облаках, в небо синее над головой. Пролетающий клин журавлей провожая домой. Одолжить был ангела крылья. Продолжение следует...